Владимир Яковлевич Скобеев – профессиональный художник и фотограф. Жизнь и деятельность его тесно связаны с Мещерским краем, который стал для него неиссякаемым источником вдохновения. И где им были созданы самые лучшие картины и фотозарисовки, хотя родился он в местах другого нашего земляка – поэта Сергея Есенина. Все мои родня, все мои предки, они все с Есенинского места. Это Костина, Константина, Костяна, Коростова, Волынь, Маркова. Воселки, вот, как раз вот эти Есенинские места. Поэтому мне они как-то, я считал, что это прямо самые прекрасные. Но когда вот увидел вот эту пру, тут на мне, конечно, все изменилось. Потому что эта река, конечно, сказочная. В 70-е Владимир Яковлевич проплыл маршрут по Пре на Байдарке. Им еще раз очаровало его. Молодой художник решил основать в этих местах свою мастерскую. На живописи вот есть кордоны, это тоже по фотографиям. Такой, какой он был. Потому что сейчас вот я в этом году еще там не был, не знаю там, что там сделали. Потому что национальный парк там, они хотят его сделать. Именно такой, какой он был. Потому что он сгорел. А у меня получилось очень удачно, что мы там как раз проплыли, стояли. Я его сфотографировал. А через месяц он сгорел. Поэтому мне остались и фотографии, и все, 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 все. И вот он такой, какой он был. Там вот этот колодец на том же месте, домик так же стоял. Исследуя мещерские пейзажи на Байдарках, Владимир фотографировал. Часть фотографий стали референсами для картин. На некоторых сохранились исторические виды. Там, значит, я построил дом, мастерскую. Тогда все это было просто. Землю я оформил за два дня. Не оформили у всяких. Живи, пожалуйста. Работал на турбате, где когда нужно было быть старшим инструктором. И уже тогда я познакомился с озерами. Особое место на выставке отведено работам мастера, посвященным Солочинским православным храмам и Дому-музею Пожалостина, где с 1932 по 1954 год жил и творил Константин Паустовский. Дополняют выставку фотографии из архива Московского музея Паустовского и книги писателя-юбиляра. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».